Меня зовут Миша Гринбер. Я учился с Эдиком, сельёй в институте в Одессе, знаю его с 70-го года. Мы были хорошими друзьями. Очень тёплый парень, очень хороший парень. Какой это институт? Какой институт? Мы кончали Одесский политехнический институт. Он так же, как и я, механик. Поехал в Новосибирск по направлению, тому работал. Я был в командировке в Новосибирске, встречался с ним там. Но механика никогда его не очень интересовала. Он всегда был фотографом с 50-х годов. Я помню, как он фотографировал. Встречались в Одессе. Ну а теперь, когда мы сюда приедем, когда я уже здесь был, он меня нашёл. Он меня нашёл, встретились, мы были соседями. Мы приехали в 77-м году. Он приехал позже, наверное, я не могу. Да. Но я вдруг услышал по телефону Миша. Мы были соседями. Я жил в Шаролье. И он там же недалеко. И мы там встречались. Все эти годы мы были очень близки. Бывал у нас дома. Очень больно. Очень хороший человек. Какой он был в студенческие годы? В те годы? Он всегда был добрым, он всегда был усложливым, очень весёлым и хорошим, прекрасным товарищем. И уже тогда фотографировал или уже поздно? Позже. Прекрасный друг, товарищ, преданный. Мы учились вместе, было много ребят, но я его выделял всегда. Преданностью, добротой, оптимизмом. Я от него здесь за все эти годы, что они здесь, что мы здесь, я все эти годы не слышал от него ни одного плохого слова, хотя им было нелегко. Ни одного плохого слова. Всегда он улыбался, всегда он был оптимистом. Очень больно, очень жалко. Вот и всё. Спасибо. Светлая память. Я друг его с 90-х годов. Мы вместе в Ферроне были, когда у них была даже экскурсия. Вот мы с его маленькими девочками, были девочки вот такого маленького возраста. И я со своими девочками, мы поехали на четыре девочек. Это наше первое было воскресенье. Ну, а потом и все эти 17 лет мы дружили, встречались, постоянно встречались. Ежедневно, можно сказать, по телефону, по скайпу. Мы были беседы. Очень жаль, очень жаль. Просто до сих пор не могу поверить, что я говорю. Все, что могу сказать, все очень многие все сказали, очень больно. Ну, так не знаю. Последний день я был у него в больнице, уже он уже пустовал. А до этого? Вы прямо в последний день, да? И в тот же день приехала дочка с Америки, с внуком, которой он не успел уехать. Буквально на один день не узнал. Но он все равно уже не узнавал, да? Он уже не узнал. Я скажу, что он до последнего, в общем-то, был как бы в строю, работал, да? Да. Вольно, очень. Представьтесь, пожалуйста. Как вас звать? Аркадий. И фамилию? Купчик. Аркадий Купчик. Да, ну, в общем, мы вместе встречались, отмечали День Победы. Да, это было интересно. Просто это какое-то, знаете, светлое пятнышко. Да, 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 да. Ой, светлая память. Спасибо. Спасибо.